Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня немножечко покажу свой огород. Ну, сразу говорю, все зарастает травой. Можно сказать, что у нас в этом году субтропики или погода. Так, на Алтае идет дождь, потом поглядывает солнце и жарит нас. Поджаривает, как на сковородке. Вот, бывая на Алтае, погода там приблизительно такая же. Только там еще и холодные ночи. У нас сейчас погода и ночами тепло. Но для растений это очень хорошо. То есть урожай точно будет. Высокосный год. Все его проклинают. Но я сама родилась в высокосный год. Так что, ничего, расту, все в порядке. И с растениями тоже все будет хорошо. Трава уже выросла. Выросла вот такой ревень огромный-огромный. Он в этом году, как никогда, с огромными, большими листьями. Вот моя рука и вот ее. Да. То есть животным, коровкам уже будет что покушать зимой. Потому что уже можно хоть сейчас косить траву. А сегодня праздник великий. Сегодня мы отдыхаем. На рынок не поехали. И отдыхаем. И поливаем. Наверное, полоть буду сегодня. Хотя нельзя работать с землей. Но когда еще это делать? Завтра по плану. Пересадка у меня комнатных растений. Но нужно уже этим заняться. А потом будем еще неделю торговать рассадой. И все. И потом только по пятницам я буду выходить на рынок. Скорее всего по пятницам. И предлагать продажи комнатных растений. Ну и что останется из рассады. Что можно еще досадить, высадить в открытый грунт. Да. Ну и хочу поздравить, конечно, всех с троицей. Вот. Наконец-то наступило лето. Почти все высадили свои растения. Был у нас то холод, то жара, то дождем залило. Многих огород до сих пор не просохли. Сказала, буду показывать огород и сама показываю свои цветочки. Красота калибрахуа покоряет просто. Такие вот миксы себе сделала. Очень довольна, конечно. Мне нравится сочетать несколько сортух. И висто, конечно, шикарно. Вот как после дождя она восстановилась. Шикарно. Алисум снова принцесс. Вот такой он уже большой. Будет еще больше. Пять литров надо больше. Гайвардия зацвела. Ну и тут мои тайдаут. Просто море красоты, как говорится. В парниках что осталось? Немножко вербены. Алисум. Уже начала пересадку хризантем. Еще буду пересаживать. Вот в такие полтора объемы. Будут новые сорта. Они все у меня подписанные. Где-то мультифлора, где-то корейка. Так. Хризантем еще море осталось на продажу. Вот такая вот петуния у меня. Тайдалы. Есть еще. По 50 рублей. В стакане. Так. Ну далее. Ладно. Хватит. Цветочки. Анютины глазки. Вот все, что осталось. Вот в таком виде. На себе куда-нибудь их воткну. Они оклемаются. Конечно, будут меня радовать. Вот. Все. Это вот все, что осталось. Там больше 10 ящиков было. Так. Тут у меня огурчики в одном парнике уже. И еще Алисум. Алисум. И опять же Тайдалы. Вот остались. И Ценнерария осталась. Вот. Такие дела. Так. И Алисум еще вот такого цвета. Ну и в этом парнике, конечно, уже растут огурчики. Это вторая парня. Там еще один. Этот парничок освободили. Здесь у меня тоже огурчики посеянные. Но в грунт посеянные буквально вот недавно. Перед Троицей. Это будет уже на август, на сентябрь покушать. Вот парник. Можно будет и утеплителем накрыть, если что. Последняя посадка. А вот это первые огурчики. Вот так, да. Ну тяжелый период. Выдается у нас в мае-юнь. Нужно заниматься продажей, пересадкой, посевом. И при этом еще высадить себе огород. Схожу, обрывая вот эти вот макушки, верхушки. Там, считайте, 5-6 листов у огурца. И можно оторвать макушку. Огурчики тут уже, конечно, вот они появились. Вот еще сорта здесь разные. Я вот даже толком не скажу. Но точно есть и Зазуля. Тут есть у меня и Кураж. Здесь Стрекоза. В этом году был Герман хороший огурчик. Ну, я думаю, сейчас уже все. Уже не стоит. Чтобы и не сеять, и на продажу, и в грунт. Хотя, кто его знает, какое у нас будет лето. Напоминаю, что это видео с огорода, который находится в городе Омске, в Западной Сибирь. Поэтому на юге уже там огурцы снимают. У нас тоже уже на рынке бабушка приносила, продавала огурчики. А это я рассаду сама купила. Сорт Артист. Было интересно. Ничего. Тяжело им, тяжело. С огурцами, если покупаете рассаду, уже высаживать грунт. Но так растут. Так, ну тут рядом перчики. Это я недавно совсем высадила. Арбузы. Не знаю, что с ними будет. Тоже поздновато. Но ничего. Растут. Так, ну и здесь у нас что? Здесь помидорки. Вот. Цветут. Цветут. Они попозже тоже были высажены. Ну и травы море. У нас море. Вот так тоже тут. Муж мне привязал. Спасибо вам большое. Палочки нашел. Но не на все. Еще нужно. Так. Я посынковала. То есть убирала. Я вообще не овощевод. Вот вообще. Мне даже в одном видео сказали. Вы не любите помидоры. Ну конечно я их не люблю. Я люблю больше цветы выращивать. Вот сколько травы. Поэтому зелень конечно прет. И сами растения. Они жируют. Им хорошо. При такой погоде. Вот. И сразу говорю. У меня вот. Я даже всегда помидоры выращивала. Без щипки. Брез. Как это говорится. Без посынкования. Без подвязки. У меня всегда они лежали. Ну ничего. Всегда был урожай хороший. Вот. Ну. В этом году решила. Что-то я их. Вот так вот. Окультурить. Пообрезать. Если идет. Вот. Всполнительный побег. Желательно его бы вот так вот. На сантиметр. Оставлять. И обрывать. Чтобы он по новой не начал расти. Так что вот такие дела. Так. Ну вот такие большие. Тут уже. Эти цветочки. Не знаю. Нужно их обрывать или нет. Это коронный цветок. Или какой там. Про цветы я вам все расскажу. Про овощи нет. Так просто показываю. Что да. Действительно. Мы работали. И успели не только вырастить много красивых цветов. И их продать. Заработать денежку. Но еще и успели высадить себе в огород овощи. Так что. Вот. Ну а теперь. Осталось дело за малым. Прополка. Полив ее сбор урожая. Конечно. Цветочки. Я все на цветочки смотрю. Ну какие-то даже я себе высаживала. Подмороженные помидоры. Желтые. Ну посмотрите. Как они пришли всегда. Помидоры. Вообще овощная рассада в этом году ушла очень быстро. И про это. Про все. Выводы по торговле. По ассортименту. Который нужно предлагать для продажи. Я буду конечно снимать отдельный ролик. Выводы. Как-то постараться более кратко это изложить. Но если получится. В том числе и для себя. Чтобы на следующий год сориентироваться вообще. Потому что нужно сеять. Что не нужно. А капуста. Это у нас. Вот такая она. Уже начала головку тут завязывать. Так. Ну редиска. Тоже сейчас. На окружку. Сегодня жара у нас. Будем окружку делать. Вот такая редиска уже большая. Вот. Огромная. Все. Никакой редиски не было. Ну хорошая. Надо все убирать. И все в момент съедать. И по новой. Можно было посеять. Что такое. Ну и травы. Я говорю. У нас тут тоже море. 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 Лебеда. Растет. Еще вот. Пропололок. Ну как-то. Здесь горох уже. Такой. Подрос. Ну. Шпинат. Зелень. Богатая белком. Вот. Такой огромный. Очень полезный. Для бутербродов. Для салатов. Так. Красноножка. Так. Здесь у меня что? Очень плохо вот зашел. Тут базилик. Морковка. Тоже. Вообще я сеяла в каменистую почву. Укропчик. Вот так. Свекла. Ну и немножко вообще выращиваю. Потому что чисто вот для того, чтобы борщ с зеленью сделать. Летом. Люблю я. Прям вот. С листьями. А так она у нас дома не хранится. Да ее особо так никто не ест. Проще пойти и купить, если честно. Мне. Мне так проще. И не говорите, что вот свое надо есть свое. Как же там непонятно из чего выращена. Так. Все. Это не по мне эти фразы. Так. Ну и здесь морковка тоже. Видите? Где морковка, где трава. Все вперемешу. Ой, мамочки мои. Как она меня одолела уже. Вот на это время не хватает. Так что попробуем исправить сегодня. Хоть немножко позагорать на солнце. Так. Вспомнила, что у меня яйца варятся на крошку. Так что быстренько заканчиваем этот ролик. Вот такая капуста у меня уже подросла. Хорошенькая. Еще много буду высаживать себе цветочков. Так. Здесь мегатон есть. По краю июньская. Хорошие лопухи. Ну и по краю у меня тут стоят ряд. Хоризонтем, 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 хоризонтем. В этом году они рано начинают зацветать. Ну вот так высадила. Где-то компанулы, астрочки. Вот такие георгинчики у меня. Все. Побежала я. Ягодка у нас. Вот она. Растет. Еще где-то цветет и цветает. Очень густо, скажете вы. Но как есть. Как есть. Ругайте, пишите комментарии. Советуйте. Я всегда прислушиваюсь к этому. Что-то приму на вооружение. Здесь у меня семена уже петрушки свои с того года. Петрушка уже большая. То есть все есть в огороде. Что еще нужно? А вот этот порядок с этой травой как-то меня мало волнует, если честно. Главное, чтобы было что поесть. Ну все. Всего вам самого наилучшего. Еще раз с праздником. Сил здоровья. Здоровья вам, вашим детям, семьям. И, конечно, вашим растениям. Задавайте вопросы. Буду рада на них ответить. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И до встречи на канале Мой Сад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.